Ну что же, дорогие друзья, всех вас приветствую, с вами, как всегда, Антон, и сейчас мы посмотрим супер поединок, где подерется Петр Ян против Кори Сенхагена. Но перед этим хочу напомнить вам то, что у нас за низом есть телеграм-бот, в котором вы можете найти гайды по UFC 4, ссылочку оставляю в описании. Итак, давайте вкратце покажу параметры бойцов, перки Петра, стойка, здесь все просто на уровне, грэпплинг тоже неплохой, здоровье и кардио, вышка, лучшие приемы и общая информация, выбираем. Смотрим на Кори, он, кстати, тоже 4,5 звезды, только у него стиль не баланс, как у Петра, а кикбоксинг. Перки, стойка, грэпплинг, здоровье, блин, кстати, здоровье даже лучше, чем у Петра, лучшие приемы и общая информация, выбираем. Если вы попали на такой контент впервые, друзья, вкратце объясняю, что же здесь происходит. Здесь легендарные боты пытаются предсказать исход реального поединка перед самим матчем, ну или боем, как там правильнее. В этой части, вот, кстати, последний раз, когда я выпускал бои ботов, там дрался Коста против Марвина Витори. И там, к счастью, боты правильно предсказали, Марвин выиграл в игре, Марвин выиграл в реальной жизни. Давайте посмотрим вкратце выход, и я сразу к вам вернусь. Ну что же, дорогие друзья, первый раунд, напишите в комментариях, за кого вы будете болеть, уважение не проявлено. Вроде бы кулачок друг другу тянули бойцы, и Кори начал с удара ногой. В очередной раз Кори хочет нам доказать то, что у него суперменское колено в воздухе, он вроде бы пытался его воспроизвести, подпрыгивал. Но, в конце концов, опа, опять это колено, хайкик мимо, остается без стамина. На самом деле, организм Кори был в опасности в этот момент, но Петр Ян ничего, так скажем, не предпринял. На 10 сантиметров Петр Ян ниже своего оппонента, и на 8 сантиметров у него меньше размах рук. Для этой игры, да и вообще для жизни, я считаю, что это очень много. Но Петр это такой боец, который всегда держит свои ручки возле подбородка, и мне это очень сильно нравится. То есть, знаете, бывают люди, вот вспомните какого-нибудь Люка Рокхельда, который против Биспинга дрался. Когда танец, ты ходишь в вальяжек, а вот это на танцах, типа, да? У меня челюсть из чугуна, из чугуна, хотел сказать, ну да. Или, не знаю, железобетонная. И потом один удар такой, бамс, и ты просто роняешься. А Петя всегда держит ручки возле подбородка, и это круто. Ну, это, как многие говорят, типа, старая школа бокса. Петр вообще зрелищный боец. Невероятно, я за него переживаю. Последние разы я так переживал только за Забита и за Хабиба. Ну, за Махачева сейчас тоже болею. Да вообще за российских бойцов, за Емельяненко я в последний раз дрожал прям. Вообще там такие пушки летели. Многие люди пишут, что это договорники. Это, конечно, блядь, отсталые реально зрители, которые говорят, что это все договорники. Неудачный тейкдаун от Петра. Попытался он... Ой-ой-ой, хороший эффект. Потрясен соперник Петра. Кори пытается дэнсить, но Петр его вроде бы пытался не отпускать, но Санхаген восстановился. Что-то хотел сказать, я забыл. А, к сожалению, не смогу сделать. Вот Дэн Хукер против Махачева поединок, потому что Махачева до сих пор не добавили в эту часть игры. Я просто в шоке. Да и вообще эту часть игры перестали обновлять, поэтому пожелаем уебанским разработчикам только удачи по жизни. Вот, им только бы бабла заработать. Понятное дело, что денег хотят заработать все, в том числе и я, в том числе и вы. Но, блин, когда у тебя такая крутейшая, так скажем, игра, и она одна на все поле, то есть больше симуляторов нормальных сейчас нет. Ну, блять, будьте добры, обновляйте, чтобы вас любила публика, чтобы пользователи к вам нормально относились. Но пока что я просто хочу трахнуть палкой в сраку, вот и все. Понятное дело, что это не относится к сегодняшнему поединку, вот этот комментарий. Но я просто вспомнил то, что Махачева до сих пор не добавили. А он уже в топ-5. Ну, там его и топ-5 под вопросом, если честно. Сейчас посмотрим, вот когда он пройдет, если Хукера, то тогда 100% мы с уверенностью можем сказать, что Махачев красава. Понятное дело, что он и так крутой боец и нормальный человек. Но топ-5 под вопросом пока что, пацаны. Что-то он резко как-то туда нырнул, на какой он там строчке был, на 13-й и потом раз в топ-5. Вот. Ни одного нормального такого именитого соперника у него не было, прям именитого. Хотя бы до сани, с ито он уже старый. Но вот Дэн Хукер это крутой чувак, который не подарок, так скажем. Итак, в этом поединке что у нас происходит? Сейчас будем все анализировать по здоровью и по выносливости. Петька немножко отстал по выносливости, но по здоровью головы он спереди, поэтому все хорошо. Хорошие уклоны назад. Кори промахивается. Пытаются ребята пейковать периодически. И Петр понимает, что Сенхаген имеет намного меньше здоровья головы. Пытается, так скажем, агрессировать. Прижимать своего оппонента к сетке, работая первым номером. Ой-ой-ой, что-то он хотел выполнить, как будто вертушку. Поменял стойку Петр Ян. И теперь он стоит в левосторонней стойке. Все потому, что Кори пытается ломать ему лукиком ногу. И в этой игре, кстати, классная механика. Мне ее подсказал Хекстер. Вау! Вот эта комбинация от Кори Сенхагена, это было здорово. Если бы, вы представляете, такой нокаут сейчас произошел бы, мне кажется, что я бы повесился бы у себя на люстре. Короче, когда ты ломаешь ногу, когда ты получаешь Грогу в ногу, у тебя падает урон у бойца на 30%. Это просто жесть. Застаиваются пока что ребята. Сенхаген пытается работать с дистанцией, но это нормально для него, потому что он высокий, ноги длинные. Размен за разменом. То один боец выиграет, то второй. Петру нужно сейчас поменьше делать акцент на ноги. То есть меньше работать ногами, особенно миддлкиками с упора. Лучше работать в приятной для него манере. Это бокс. Хороший хайкик, но Петя все видит, наклонился. Сенхаген почему-то в очередной раз спокойно убегает с опасных моментов. И Петя их не реализует. Пытается убрать своего оппонента в клинч. Это я сейчас говорю про Петра. Хороший оверхенд. Блок пробит у Коля Сенхагена. Петя дает ему восстановиться. Беспощадный. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто как хотел сказать? Беспощадный не хочет добивать своего оппонента в фартере. Он хочет сделать все на ногах. Я не помню, где я тут видел интервью. Вроде бы Петя давал. Говорит такой. Ой-ой-ой. Как же было сейчас смачно от Петра. Говорит. У Коля будут шансы на земле. Но в фартере он точно не проиграет. Что-то типа такого он сказал в интервью. Я смеялся очень сильно. Так. Одна минута второго раунда. И поединок сможет перейти в третий раунд. Будет тейкдаун? Нет. Петя все видит. Так. Ой-ой-ой. Оверхендами. Оверхендами. Лучше, конечно, не бросаться. Особенно как... Ебать! Вот это фантастика. Вот это моментище. Просто жесть. Гляньте. Вау. Просто вау. Я рад только, знаете, одному, что в этой части очень часто процентов 85 боты предсказывают наоборот. Если Кори здесь победил, значит Петр уверенно заберет в реальной жизни. Бля, я ему реально желаю только удачи. Буду болеть за него. Вообще всей своей душой. Ну. Ну а так пожелаю просто бойцам без травм. В этом спорте это очень важно, потому что у каждого есть семья. Каждый выходит драться туда не для того, чтобы улыбаться, так скажем, да, и быть счастливым, а для того, чтобы прокормить свою семью. Вот. Поэтому без травм, друзья. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье кричайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.